Доброе воскресное утро! Правда, для нас это большая честь. Ну, прям-таки. Просто не мог отказать. Мы просили, пригласили, я пришел с удовольствием пообщаться с вами. Причем вдвойне приятно, что у нас семья сегодня на кухне, потому что когда человек приходит, а один, он как-то может позволить себе держать некий образ, может быть, каким-то образом ввести в заблуждение зрителя, а когда уже семья, здесь уже все по-настоящему. Здесь уже не спрячешься. Совершенно не спрячешься. Ну что, у нас будет сегодня какой-то традиционный воскресный завтрак в вашей семье, либо какая-то импровизация, может? Не специально для нас. Нет, это не традиционный. Просто когда мне позвонили и пригласили на вашу передачу, на встречу с вами, я как раз занимался приготовлением, вот такие, ну, как сказать, драников из кабачков, из картошки. И когда мне стали спрашивать, а что вы будете готовить, а я тут уже, чтобы не лукавить, так и говорю, а вот это и буду готовить. Ну, правильно, если уже отрепетировано. То есть за это блюдо в вашей семье отвечаете вы? Есть еще подобное? Отвечаю за это блюдо? Да, в семье. Или это так было? Или что-то нашло, какое-то вдохновение вы решили на кухне? Да нет, я на кухне рос. Я на кухне с 14 лет, так сложилась моя судьба, поэтому я на кухне часто. Я не смогу... Елена Михайловича, а вы, может быть, тоже все-таки приложите свою женскую руку? Нет, ну я, конечно, помогать буду, просто я обычно подсобным рабочим всегда выступаю у нас на кухне, поэтому я так... Сбывается, при супруге ничего не приукрасили. Сбывается. Автор у нас всегда Николай Михайлович, а я вот такой подсобный исполнитель. Так, блюдо мы уже рассекретили, значит, можно приступать уже к его приготовлению. Как раз по сезону я думаю. А вот что самое любимое блюдо для вашей семьи? Может, оно требует больше времени, больше подготовки? Долма, например, очень требует подготовки. Да, да, да. Ну, долма... Просто более трудоемко. Трудоемко, да. Особенно, когда вот эти маленькие листья, заворачиваешь фарш, это надо пальчики, чтобы их так работали хорошо, все укладывать, чтобы это не развалилось. Ну, вот еще такое вот люблю, и как-то получается это украинский борщ. У меня такая двухполярность такая. Да, да. Долма это с Кавказа. У меня мама была армянкой, а папа был украинцем. Вот эти вот два блюда такие вот... В общем, голодными дети не были, вот что. Нет, никогда не были. Вообще, дочку он выкормил, так что все нормально. Это как понимать? А очень просто я... Просто мама ездила на гастроли очень часто, танцевала там иногда даже до трех месяцев, а девочка была со мной, вот и мы с ней... Так у вас же тоже театр, съемки, как же? Вот так получалось. За кулисы. Бабушки помогали, конечно, как могли. А бабушки? Могатые бабушки все равно. Нет, ну конечно, но кормить приходилось все время. Нет, это уж точно. Мы даже с ней играли в разные игры. Я так, чтобы запихнуть какое-нибудь блюдо, я придумал ему такое какое-то название. Там свинина по-гавайски. Любимое блюдо. Людовика Четырнадцатого. Ничего себе! Вот, и тогда начиналась вся история. Да, кто такой Людовик Четырнадцатый. Начиналась история, как он убегал, потому что ему запрещали много есть. Ночью он приходил к повару и говорил, приготовь мне свое мое любимое блюдо. И вот он готовил это блюдо. Я так подавал, уже все деваться некуда делать. А вот это милое блюдо для Людовика Четырнадцатого, это какое было? Ну это вот там длинное, такой долгий. Ну это с курицей. Это куриная корочка. А, корочка. Со сладким перцем, да. Слушайте, ну под таким соусом можно было съесть все, что угодно. Людовик Четырнадцатый говорил не только о госверстве, это я, он еще и сказал, куриная корочка, это я. Ну, представьте еще, что пшеную кашу, это была любимая каша королевы, английской королевы, поэтому мы ее упали от души. Это да, я тоже рассказывал всю байку про Елизавету и подавал, подсовывал пшеную кашу. Дочка уже всю эту информацию воспринимала и так начинала. Раз это королева Елизавета ест. Это можно взять на вооружение. Вы так потрясающе рассказываете про дочку, что у меня складывается впечатление, что когда Снежанна Микулышина впервые увидела свою дочку, она говорит, о, этот ребенок все кушает, кто это? А это твоя дочь. Совсем так же, встреча была такая, ты уже так. Ну что, мы обязательно продолжим наше такое уж приятное, неформальное общение, но в следующем включении, а пока приступайте к приготовлению нашего блюда. Вот так и начнем. Друзья, сегодня у нас в гостях актер, народный артист Беларуси. Николай Кириченко с супругой, помощником художественного руководителя государственного ансамбля танца Беларуси. Снежана Айтинчик. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Еще раз доброе утро. Игорь Михайлович, 45 лет. Вас, я уже не знаю, кто вас не знает. Мне кажется, вот одной Беларуси уже давным-давно мало, вас действительно знают за пределами нашей страны. И я думаю, что невозможно представить отсутствие такого актера у нас. А ведь, насколько нам известно, все могло бы быть иначе. Могло бы и не получиться, и не сложиться. Не состояться. Не состояться. Это точно. Потому что никаких вот это уже все время, когда меня ждут, когда я скажу, я вот все время мечтал артистом стать, вот все время вот выйти на сцену. Да не мечтал, а не хотел, даже и не предполагал. А кем мечтал? Летчиком. О, сдала. Сдала. Летать хотел очень. Все, спасибо. И что же стало? Ну, тут как-то так не состоялось по каким-то физическим данным. Ну, не прошел, как говорится, в это дело. И потом. Так работал на заводе, 16 лет на автозаводе работал. В лаборатории, энерголаборатория. Все нормально складывалось. И в вечерней школе учился, там, после 8-9 класса, вечерняя школа. Вот. Ну, и даже так вот все меня тоже говорили, хорошие получатся инженеры. Ну, вот дело в том, что там у меня товарищ один говорит, вот есть такая театральная студия. Да. Вот. Юность. Вот, давай пойдем там. А я в школе еще там стишки читал и все прочее. И поэтому потом так, студия там, вечерняя школа, работа. Это все так втянулся, 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 и, в общем, пошел в артисты за компанией. Вот точно, совершенно. Поступали с нашей студией несколько человек, и я тоже рванул. Решил, что а вдруг. Но вдруг не получилось первого раза. Со второго тура благополучно съехал. Так. Вернулся к себе на завод, получил кличку «Артист». Ну, вот так вот. Нет, я потом сказал, что все. Никогда. Никогда. Поверили. И вот все когда думали, что я туда, а я в другую дверь. И надо же, прошло. Вот такой у меня педагог был. Все, что у меня может быть получаться, это все его заслуга. Это Дмитрий Алексеевич Орлов. Я всегда о нем вспоминаю, его ученики всегда хорошо. Ну, есть даже такое, говорит, это Орловцы. Ну, вот и он, не зная, что на него нашло, но он вдруг почему-то взял. Взял, это на удивление, я правда говорю, на удивление, потому что у меня была такая необычно типичная внешность, вот такая вот, такой жгучий брюнет. Вот. Ну, вот тут он, что он. Вот все великие и важные вещи случаются вопреки. Естественно, все случайно. И вот яркое подтверждение. Елена Николаевна, а вот со жгучим брюнетом познакомились? При каких обстоятельствах? Это было уже позже, не такой жгучий. Ну, да, он уже не такой жгучий. Ну, вообще, на самом деле... Нет, может быть, не такой брюнет, но жгучий. Жгучий. Жгучий во прежнем. Вы знаете, мне, наверное, кажется, что у него в жизни фамилия Орлов вообще очень такую интересную роль играет. Потому что учитель Дмитрий Алексеевич, а нас познакомил с ним режиссер Владимир Александрович Орлов. Он тогда начинал снимать фильм «Проклятый уютный дом». Вот. И, в общем-то, искал там себе актрису вроде как на главную роль. Приходил в ансамбль, отобрал несколько девочек на пробы. Ну, а потом мы возвращались как раз... А пробами занимался я. А пробами занимался Николай Михайлович. А тогда метро ходило еще только до тракторного завода, а я жила на тракторном заводе. И мы так вот случайно встретились в метро. И Владимир Александрович говорит, ну, Николай Михайлович, вот тут вам кандидат на главную роль. Просто сначала поговорили, ну, а потом как-то так вот он пришел ко мне на концерт. Случайно? Да. Случайно, да? Ну, и совсем случайно. Ну, сразу срывалась одна работа в академии. Пойдем на концерт. Вот, и искусство. Я тогда думаю, ну, вечер пропадает зря. Пойдем на концерт жену посмотрим мою. Пойду-ка я. Вот, пришел к нам на концерт. Я закончился концерт. Я считаю, артисткой балета была, в общем-то, отработала. К нам в гримешку зашла девушка одна из другого коллектива. Говорит, Снежана, вас там спрашивает один человек. Я выхожу. Ну, вот он говорит, вы знаете, я вот еду домой, нам в одну сторону. Ну, а я... Случайно узнал, что у вас закончился концерт. Я ухитрил, думаю, ухитрил. Кого вы мне подвезти? А я его пробросила первый раз. Говорю, вы знаете, у нас тут вот наши артистки выходят на пенсию, у нас тут небольшой банкет после концерта, и я поэтому с вами не поеду. Он говорит, ну, тогда лаверды, приходите ко мне в театр. Представляете, какое было. Я тут... Я сейчас гвоздичку купил. Да, 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 из-за пазги достал. А надо было розочку. Он тут посмотрел на гвоздичку. А, понятно. Пойду-ка я лучше к пенсионеркам. Ну, вот так вот. Я пришла на спектакль к нему, и как-то вот с тех пор... А вот что было? Начали дружить. Да, начали дружить. А вот о тех парах мы расскажем уже чуть попозже. Дамы и господа, сегодня рецептом воскресного завтрака с нами делится актер, народный артист Беларуси Николай Кириченко с супругой, помощником художественного руководителя Государственного ансамбля танца Беларуси Снежаной Тимчик. Еще раз с вам доброе утро. Доброе утро. Доброе. Николай Михайлович, в прошлом включении мы говорили и вспоминали о ваших учителях, но мы знаем, что вы сами наставник, профессор Беларусской академии искусств. Вот скажите, строгий вы преподаватель? Я? Да. Боятся вас студенты? Сверепый. Сверепый. Я, нет, я, понимаете, в чем дело? Такая профессия. Здесь нельзя играть в доброго дядюшки. Дядюшку такого, понимаете? Можно быть таким папочкой, отцом, доброжелательным, всем, там, если по головке погладить и все прочее. Но есть вещи, которые нужно воспитывать, как у профессионального актера, понимаете? У нас жесткая профессия, жесткая. Я всегда студентам говорю так, вернее, в последнее время говорю, я должен говорить правду. Если я не говорю правду, я совершаю преступление против вас и против профессии, в которую вы идете. Поэтому как бы не было жестко. Да, у меня бывает так, но я бываю так. И вообще-то очень сентиментальный. Заплакать мне, это заставить, это раз-два. Там девочка что-то такое делает, я понимаю, что где-то куда-то погружаясь в воспоминания детства или чего-то, я уже сижу так, ну, чтобы только не видели стадия. Вам нравится, как я играю? Да нет, просто вспомнил детство. А вы попробуйте себе где-нибудь в другой профессии. Ну, ты жестокий. Я жесткий, а ты жестокий. Нет, понимаете, о чем дело? Ну, бывает так, что, вот, например, ну, я знаю, что они передают из поколения в поколение о том, что если Кириченко сделал вот так, то значит, или часы сейчас будут разбиты, или что-то произойдет. А если он начинает все время одевать и снимать часы, я так помню, у меня был один случай, я преподавал, значит, на, есть такой способ обучения, как заочное отделение, приехал четыре молодых парня с Витебского театра. И мы сидим так, первые встречи, так разговариваем, разговариваем, я не потому что, но просто чисто механически. Я так вот раз и часы снял, и эти четверо так сделал. Раз, я говорю, что такое? Ничего, Николай Михайлович, ну, просто нам сказали, если снял часы, значит, что там будет. Снежина Михайловича, а скажите, вот, а бывает так, что Николай Михайлович приносит работу домой, а ее вот прям поставить негде, вот? Работу в смысле театральную работу? Конечно, конечно. Так, что всем становится тесно сразу. Это 24 часа в сутки происходит, потому что у нас работа в доме всегда. Или если не театральная, значит, киношная, если не киношная, значит, вот сейчас, когда академия, у нас вообще просто такое ощущение, что дома одна сплошная академия, потому что, ну, во-первых, этюды, тексты там и так далее, какие-то пьесы, и это, ну, в принципе, это постоянно. Ну, как-то мы так не сильно это замечаем. Ну, живем и живем, ну, подумаешь, студенты рядом все время. Ну что, о кино и о театре подробнее я предлагаю поговорить о же следующем включении. Друзья, сегодня у нас в гостях актер, народный артист Беларуси, Николай Кириченко, супруга и помощником художественного руководителя государственного ансамбля танца Беларуси Снежаный Тимчик. Еще раз вам доброе утро. Доброе утро. Уже пахнет. Доброе утро. Уже приятно. Уже скоро будем пробовать. Да. С удовольствием еще пахнемся. Ну, да, самое интересное, наверное, у нас сейчас осталось, это подробнее поговорить про театр, кино. Николай Михайлович, ну, вы задействованы во многих спектаклях, это и «Черная панна», «Дня свежая», и «Две души», и «Вечер», и многие-многие другие. И спектакли у вас каждый день, каждый вечер. Нет, каждый день. Ну что? Ну, сегодня же будет? Сегодня, да. Вот, вот. Так что? Нет, каждый день. Как хватает столько энергии? Артист, он пока работает, тогда он и живет. Я так недавно был в одной организации, и мне, там, связанная с пенсионными фондами. Мне говорят, слушайте, а вы что, работаете еще? Вы же уже на пенсии. Уже столько лет. Я говорю, сказал такой, ну, может, это такой немножко черный юмор. Да это же не юмор. Я сказал, артисты на пенсию не уходят, их выносят. Вот. Ну, поэтому пока у тебя есть силы, пока ты работаешь, нужно работать, выходить на сцену, потому что все, другого тебе не дано. А вот недавно состоялась премьера на камерной сцене спектакль «Кахание, як милитаризм». Вот меня интересует такой момент. А вот каково вам, заслуженному мэтру, не будем стесняться, этого слова, работать с молодыми режиссерами? Ведь внутренне же может возникнуть, да и внешне, чего уж внутренне, противоречие. Как ты мне, молодой, будешь указывать, как и что играть? Или все-таки режиссер всегда прав? Режиссер не всегда прав. Он может быть неправ. Если ты с ним чем-то не согласен, ты имеешь право, возможность, как художник, прийти и сказать, понимаешь, мне здесь кажется, что вот в этой сцене что-то, или вообще в трактовке этого образа, или в трактовке спектакля, он может с тобой согласиться. Он может с тобой согласиться. А если не согласиться? А если не согласиться, ты должен делать так, как он скажет. Потому что актер — это глубоко зависимая профессия. Ты зависишь. Я все время говорил и говорю. Я помню, как в одном спектакле я выходил просто в конце спектакля с саксофоном. Это был хороший пластический спектакль, больше, чем дождь. И одна актриса говорила, Кирилл, у меня два имени, Оля, Кирилл, это уже так со школы все это тянется. Она говорит, зачем тебе? Там это, ты выходишь, у тебя имя, ты выходишь. Зачем? Ну, там ты вышел в конце и поставил скамеечку, и в шок. Я говорю, сказал ей тогда, ты самого страшного не знаешь? Я еще, вот там, когда герой выбрасывает стулья за кулисы, я их ловлю, стою сзади, за кулисы, чтобы они не грохнулись. Я ловлю и ставлю потихонечку стулья. Он говорит, ты что? Я говорю, да. Я еще раз говорю, это такая профессия, ты к нему вошел. Я еще раз говорю, повторяю, молодым актерам всем, не может быть растопырки. Если у тебя растопырочка, что я должен вот это сделать? Ты не актер. Это другая профессия. Поэтому, когда мне говорят, если мне скажут, Николай Михайлович, знаете, я ставлю спектакль такой, я, боже мой, со мной много уже, мои ученики, я работал режиссерами. Тихо, покорно, да. Куда? Вот так? Хорошо. Я могу прийти, потом сказать, там, Наташа или Саша, знаешь, вот здесь, мне кажется, ты немножко, это самое, в качестве совета такого. Он может соглашаться, может не соглашаться. А вот кино вы также любите, как театр? Кино я очень люблю. К сожалению, в последнее время как-то очень мало предложений. Я кино очень люблю. Это составная твоя профессия. Это раз. Во-вторых, ну, кино сниматься, это уже там и общение другое, там, и какие-то, ну, что говорить, какой-то заработок, такой вот, что скрывать такие вещи, да? Конечно. Вот. И, ну, вот, когда у меня спросил Краснопольский, есть такой известный режиссер, все его знают, вот если у вас станет такой вопрос, или театр, или кино, вот как актеру скажу театр. Потому что кино, я не хочу сейчас обхаивать кино, это все, но там ты снялся, пленочка зафиксировала, монтажер обрезал, приклеила, это сюда, это уже ты не владеешь этой ролью. Но ты не можешь ничего изменить. Все. Я говорю, у меня последние пять дублей, один, два, три, последний дубль, когда идешь домой. Когда смена закончена, идешь, и вдруг, вот знаешь, да, и вдруг думаешь, боже, что же я сделал, тут же вот как. Последний дубль. Но ты уже назад не... А в театре ты все время хозяин своей роли. Ты все время хозяин своей роли. Я вот сейчас даже недавно с Нижаней говорил, вдруг, о, черт, там же вот так можно повернуть. Вот там, и вдруг находишь, вот даже сейчас этот, какая-нибудь милитаризм, там раз, вдруг появилась какая-то... Думаю, а вот здесь может быть вот так, и другая краска. Триста спектаклей можно сыграть на 301-м вдруг... Понять, как надо было. Обнаружить несыгранную нотку, понимаете? Вот это вот почему мне... Я предпочитаю... Ну, как это? Потому что я отказываюсь от кино. Нет. Потому что, ну... Но ты все равно все время в театре ты остаешься хозяином своей роли. Николай Михайлович, а кто же все-таки такой Кирилл у вас? Ты так что-то в конец пробычула. Что-то мы, да. Кирилл – это я. Это потому что у меня фамилия Кириченко, и поэтому когда кликуха такая... То есть у вас была кличка на заводе «Артист», а здесь у вас кличка «Кирилл». Даже многие до сих пор... А взрослые потоления артиста, когда уже как-то повзрослел, когда надо уже было какое-то отчество присобачивать, и тогда говорили «Кирилл Михайлович». «Да не Кирилл Михайлович, а Николай Михайлович». «Как Николай Михайлович?» «Да вот так это у него...» Друзья старые, вы все называете «Кирилл». Хотя однажды в моей жизни была такая ситуация, когда очень компетентные органы разговаривали со мной по поводу каких-то легкомысленных студенческих поступков, и мне так спросили, а вот почему у вас два имени? Вот вы сейчас смеетесь. Я мне тогда смеялся. Я долго объяснял, почему. Это у вас что, такая подпольная... Да, подпольная, да? Да, не подпольная. Ну, были такие, да. Выглядело, мягко говоря, странно в то время, конечно. А вот скажите, «Кирилл человек суеверный?» Потому что мы все знаем, что артисты, они такие люди достаточно суеверные, у них какие-то... Может быть, Снежан Николаевич лучше знает, насколько суеверен Кирилл дома? Суеверный, суеверный. Он роль никогда не роняет. Нет, роняет. 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 Он начал садиться на нее. Есть всегда такая... Ну, это известно, все артисты знают, если случайно выпала роль, ее нельзя поднимать. Вот так взял и поднял. Это все. Вот всегда задался висеть. А почему надо сесть? А никто не рассказывает. Никто не знает. Все садятся, исполняют годами, десятилетиями, никто не знает, почему надо это так делать. Почему на нее нужно сесть, не знаю. А еще какая главная, такая вот... Главное суеверие или примета? Нет, ну вообще такого самого-самого главного суеверия нет. У нас главное суеверие заключается в том, что если у нас сегодня спектакль, нас лучше не трогать. То есть на какие-то, скажем так, более-менее серьезные темы лучше говорить тогда, когда спектакля нет. Ну просто потому, что... Внимание переключено, естественно, на спектакль, поэтому... Слушайте, ну вы прекрасно сейчас справляетесь с ролью нашего гостя, потому что знаю, что у вас сегодня спектакль. Вы у нас сегодня, да, это... Ой, часы, я увидел часы. Все, 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 все. Сегодня все утро. С нами актер, народный артист Беларуси Николай Кириченко с супругой, помощником художественного руководителя государственного ансамбля танца Беларуси Снежаной Тинчик. Еще раз доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Совсем скоро заканчивается сезон и долгожданный отпуск. Или недолгожданный. Нет, ну, я вообще-то в последнее время не люблю отпуск. Честное слово. Вот это, может, это так звучит, это как-то... Кто это на пенсии в отпуск ходит? Да, правильно. И так вроде как... Если когда ты работаешь, у тебя есть отпуск и выходные, то на пенсии у тебя нет, у него отпуск и не выходные. Как-то сразу получился. Надо трудиться. Нет, ну, конечно, хочется немножко отдохнуть, подышать свежим воздухом. Как обычно это происходит? Где? Когда-нибудь поедете? Теплые края? Нет, нет, я буду здесь на даче покопаться немножко там, что-то помастерить. Ну, мы как-то немножко, Жень, упустили, наверное, это наша маленькая недоработка. Самое приятное же всегда. Ну, в принципе, не поздно, потому что год-то продолжается. А год у вас такой очень знаменательный на всякие... На земле, да. Да, на даты. Это ваше семидесятилетие. Мы с опозданием, но все-таки поздравляем вас. Спасибо. Мы знаем, что и у ваших женщин тоже юбилей в этом году. Да, у нас очень такая хитрая семья, у нас такие разбежечки у нас. Все рождены на последнюю цифру шесть. Сорок шесть, шестьдесят шесть, девяносто шесть. Поэтому у нас в этом году семьдесят, пятьдесят, двадцать. А какие подарки были на юбилей от коллег, от семьи, самозапоминающийся? Какой подарок? Учитывая, все-таки мое трудное детство, проведенное в казармах и в военных городках, и тоска по темам, ну, как сказать, не наигрался в детстве, ну, не получилось. Так, ну, это знаете, какой подарок? Вот, 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 сделаем. Ну, это можно смеяться, хотите, но мне подарили игрушку. Ну, такая солидная игрушка. Жена с дочкой, квадрокоптер. Квадрокоптер, это для современного... И кино, и операторского дела, это не просто. С камерой, да, как положено. Все очень такая крутая игрушка. Мы его уже благополучно утопили один раз, но сейчас снова его реанимировали, так что... Нет, но это очень интересно, знаешь, это... Ну, еще бы, еще бы. Сосед, когда увидел меня с этим аппаратом, он говорит, это что? Я говорю, да вот это все летает, говорит, сейчас сколько лет. Да, она завидует, ему это не подарили. Нет, ну, на самом деле, вообще здорово, когда он в небо поднимается, такое вообще, такое невероятное ощущение совершенно. А еще потом это посмотреть. Да, да. Потом залететь к соседу, посмотреть, как он стал, что там, с огурцами, у него что. Нет, но мы пока только на дачном вообще лугу это делаем, так что пока к соседям мы не заглядываем. Ну, а мы, наверное, заглянем в гости к вам, к вашему столу, с вашего разрешения. Будьте любезны. Потому что пора уже попробовать завтрак, который... Ну, вот теперь тогда, как-то мы... Вот интересно, нас пригласили сюда на передачу, теперь мы приглашаем... И к их столу, как к нашему. Ну, что, нет, то все, одна большая уже семья к концу программы становится всегда. Да, и непонятно, кто у кого гости. Ой, как красиво получилось. Ну, да. А как вкусно будет? Моя дочка когда-нибудь уже рассказывала, как... М-м-м, вкусно как. Да? Угу, очень-очень. Знаете, это профессиональная оценка или такая человеческая? Нет, честно. Вот это абсолютно человеческая. Вы знаете, на дачу я поеду за еду, вот я уже чувствую. Не вопрос. Борь за нами. Я говорю, что с кабачками я от тебя не отделаюсь. У меня дочка, когда вот я говорил, в период, когда я ее кормил, она понимала, что затрачивается какая-то энергия, она тоже приготовить ей там и это. Но она у нее была... Уже с детства она все понимала, что вкусно. И когда она понимала, что это она не... Она говорила, спасибо, ну, очень вкусно, очень вкусно, но чего-то не хочется. Вы знаете, друзья, нет, очень-очень вкусно и очень-очень даже хочется. Да, поэтому... Ну и после дегустации такого замечательного завтрака, по традиции, пожелания всем нашим телезрителям. Ну, уже, если это пожелание стало, то приятного аппетита и прекрасного солнечного дня, хорошего настроения. Мы желаем вам хорошей погоды, чтобы дождей не было, чтобы не было ураганов ни в семье, ни в природе. Ну что, спасибо вам большое. Для нас, я еще раз повторюсь, правда, что для нас была большая честь сегодня видеть вас в нашей студии. И тем более, что вы нам еще и готовили завтрак. Должно вообще по-хорошему быть все наоборот. Так что, спасибо большое. Ой, хотим вам пожелать, наверное, еще ролей тогда, раз уж вы... Вот это спасибо. Бесконечного творческого человеческого долголетия. Спасибо. Ну и все-таки хорошего продуктивного отдыха, потому что он нужен любому человеку, любой профессии. Спасибо большое. Спасибо. И вам большое спасибо. Друзья, с огромным удовольствием напоминаю, что сегодня все утро с нами был актер-народный артист Беларуси Николай Кириченко с супругой, помощницей и руководителя государственного ансамбля танца Беларуси Снежаной Тимчик. Ну а также этим воскресным утром вместе с вами были, как всегда, Евгений Булко и Ольга Богатыревич. Всего хорошего, до новых встреч. Оставайтесь на телеканале ВНТ. Пока. Пока. До свидания. Сашу, поздравление, я. Мы продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова